всем привет 29 сентября полнолуние в знаке зодиака овен это супер луние называется она урожайная луна и я бы даже сказал что почти лунное затмение почему потому что лунные и солнечные затмения всегда происходят в тех знаках зодиака где у нас кармические узлы кармический узел северный у нас в знаке зодиака овен и в этом же знаке зодиака 29 сентября полнолуние вот поэтому я говорю что полнолуние действительно во первых супер луния суперская во вторых ну почти что даже и лунное затмение поэтому ощущаться будет мощно своих гороскопах на сентябрь и каждому знаку зодиака конечно же рассказывала об этом полнолунии сейчас дополнение и так полнолуние называется урожайная луна почему потому что луна появляется до заката солнца и люди работали раньше в по солнечным ритмам до заката а получается так что люди работая еще при свете дня уже видели луну поэтому данная луна называется урожайная луна всегда связана с какими-то еще циклами солнечными всегда в данном месяце в сентябре эта тема осеннего равноденствия осеннее равноденствие 2023 году было 23 сентября можно сказать что период с 23 сентября по 29 сентября это вот соединение солнца и луны потому что солнечный праздник 23 сентября лунный праздник 29 вы может быть уже ощущаете влияние полнолуния начали ощущать может быть 23 сентября и дальше будет ярче 29 будет пиковая точка и далее еще несколько дней можно будет почувствовать влияние этого суперлуния мощная суперлуния луна в первом знаке зодиака знак зодиака овен это ребенок гороскопа детское поведение дети тема детско-родительских отношений будет конечно же очень актуально и вообще тема отношений потому что солнце находится ведь в весах это знак пары и партнерства какой-то пары поэтому если вы сейчас в роли ребенка это на вас влияют еще и родители если вы сейчас в роли родителя на вас влияет ваш ребенок если вы одинокие то вы супер молодец вы свободны все правильно по овну самостоятельно и находите пару то есть для тех кто сейчас свободен от детско-родительских отношений вы сейчас не зависаете в роли родителя и не зависаете в роли ребенка вы становитесь в пару с таким же взрослым значимым другим то здесь мы говорим об этих трех ролях взрослый родитель и ребенок родитель и ребенок если вы не тот не другой то вы взрослый человек у которого другой партнер также взрослый человек и вас равноправный союз данная полнолуние вне зависимости от вашего знака зодиака подарит вам возможность быть в паре соответственно те кто сейчас одинок свободен могут найти партнера на это полнолуние и быть уже первое свидание конечно же если вы что-то будете делать ребята здесь как минимум усилий и будет предоставлена возможность нахождения пары если вы уже в паре то это выход на следующий уровень в отношениях по знаку лодиака весы традиционно осенью проводили свадьбы то есть это вот вам пожалуйста выход на следующий уровень в пару для тех кто разбирается сейчас в семейных отношениях в негативном значении разборки у вас идут может быть развод также по этому суперлунию у кого-то брак у кого-то развод у кого-то разъезжаетесь вы со своими родителями либо бывшей женой мужем разъезжаетесь у кого-то дети вылетают из родительского гнезда а у кого-то наоборот брак соединения съезжаетесь вместе начинаете жить вместе расписывайтесь венчаетесь все возможные мероприятия которые только вот вы хотите так и будет загаданное исполнится желанное свидание осуществиться почему так по-разному потому что это полнолуние ребята кто со мной давно на моем канале я все время говорю что полнолуние всегда двояко это две стороны одной медали это две стороны луны поэтому кто-то из вас устроил вечеринку на светлой стороне луны а кто-то на темной стороне зависает я не знаю что вы там делаете но реально люди во время полнолуния делятся на два лагеря у которых разная противоположная ситуация у кого-то в доме полно людей и негде развернуться а у кого-то вообще пусто кто-то оставляет дом кто-то уезжает это всегда тема полнолуния по темы отношений как проигрывается кто-то кто в отношениях сейчас до идет на рост если вы одиноки также находите партнера но кто-то хочет наоборот избавиться от отношений конечно вы будете избавляться сравнивайте также полнолуние со стаканом если вы к полнолунию подходите с пустым стаканом то полнолуние нальет вам воду и будет полна чаша любви то есть его одинокий пустой стакан вы находите любовь наполненный стакан если же вы к полнолунию пришли с наполненным стаканом а с полнолуния вам все равно будет наливать что будет происходить вода будет вытекать будет течь через стакан выливаться и как вы на это отреагируете может быть вы психанете и разобьете этот стакан может быть может и выдержите то есть ассоциации знаете всегда полнолуние наполняет и там где было пусто станет густо а там где было и без того слишком густо может случиться какой-то ай-яй-яй то если вы на предлога очень терпели вашего нелюбивого мужа то здесь вы потребуете развода а если вы очень долго терпели будучи одиноко и просили луну чтобы вам дали мужа будет дано конечно же по вере вашей ребята всегда дается данная полнолуние прочувствуют все абсолютно все берегите себя дети будут вести себя очень капризно и буйно а также вы будете себя так вести опять говорю почему потому что если вы потому что и когда вы в роли ребенка вот так скажем если при условии когда вы в роли ребенка надо выбрать роль взрослого и позицию партнерства чтобы не было никаких неприятностей на это полнолуние переслушайте еще разочек мои гороскопы на сентябрь там я все рассказала про каждый знак зодиака здесь же подчеркну что больше всего скажется на конечно же данное полнолуние на овнов а также если у вас что-то есть знаки зодиака овен в шестом градусе рожденные 26 марта прочувствуют и также конечно же рожденные 29 сентября плюс-минус несколько дней все огненные и воздушные знаки зодиака будут чувствовать это полнолуние сильнее чем земные и водные то есть и близнецы и стрельцы и львы и водолеи прочувствуют также может быть даже сильнее нежели овны и весы остальные знаки зодиака будут чувствовать плюс минус по-разному может ли у кого-то быть спокойным данное полнолуние может скорее всего таковым оно будет для тельцов наиболее спокойное тема любовная более всего проиграется у представителей знака зодиака стрелец в весы тоже конечно же тема любовная и овен ну вот стрельцы у вас самая-самая любовная тематика возможность первого брака либо развода у овнов весов возможность второго брака у львов проходит по данному транзиту третий брак близнецы кому интересно такая тематика рабочая тема и любовь партнерства на работе проиграется скорее всего у представителей знака зодиака рак и скорпион у рыбок финансовая тема тема любовь к денежкам у козерогов тема любовь к дому к родине к месту жительства то есть вообще тематика может быть взаимоотношений козерожки с какой-то мебелью но это конечно грубо звучит может вы купите себе новый диванчик но тема семьи тоже конечно козероги четвертый дом может проиграться как создание семьи здесь не идет речь о какой-то росписи и скорее сожительство это если вы одиноки если вы уже с кем-то живете что-то приобретете точно совместное в дом в любом случае покупка да совместное жительство может быть у козерогов может пройти такая тема тематика нахождение важной нужной информации пройдет для водолеев так и по моему всех я перечислила девы девы у вас тоже денежки денежки заработок как и у рыбок в общем-то у всех тема партнерства пройдет абсолютно у всех просто в разной степени у например у тельцов возможно взаимодействие с любовные у козерогов домочадцы у весов это загс и могут быть реально у скорпиона на работе любовь служебный роман у стрельца курортный роман роман в отпуске на отдыхе служебный роман кстати может быть еще и у раков у львов как у стрельцов какой-то в путешествиях роман у близнецов тоже где-то в дороге либо в интернете общения может быть у рыбок деньги финансовая тематика и у дев тоже финансовая тематика но тоже может быть конечно же завязка на любовь а водолеи ищут свою любовь и общаются много в интернете как и близнецы в общем ребята смотрите еще мои гороскопчики на сентябрь подписывайтесь на канал ставьте лайки заказать свои личные гороскопы и будьте счастливы